Я теперь ржать буду, смесь это. А где тут ножик делся? Я в конце видео вставлю, почему мы ржем. Это действительно смешно. Ой, ладно. Всем привет. Привет. Я решил, что хватит быть скучным распаковкам, где мужик там что-то распаковывает. Да, пусть это будет не мужик. Да, и решил пригласить свою любимую жену, чтобы она мне помогала в этом нелегком деле. Ну и к тому же буду приобщать ее к рыбалкам, летом отправиться со мной, ну весной уже надеюсь, на сплавы. Ты чего? Да, отправлюсь, отправлюсь. Отправлюсь, да. Надо же кому-то якорь вытаскивать, а то как-то мне уже поднадоело самому вот это механизм, так сказать, в лодке, да? Ты тоже как бы за бутеры, да? Все. За бутеры? Ну да. Вы говорили про якорь, а тут бутеры. Не, ну Глеб все делает за бутеры. То есть я сделаю то, вот у меня такса бутер. Ну я жена, а у меня будет другая такса. Ух, елки, Павел. Сиди-ка ты дома, я сам поеду. Так, ладно, давай. Вот тут как раз таки пришло то, что для сплава нужно. На самом деле это воблеры, потому что, опять же, сплав это у меня голавль в основном, ну и щука, но в основном голавль. Потому что летом все-таки эту рыбу. Ты знаешь, какую рыбу голавль? Ну я как-то видела видео про этого голавля, но не ловила ни разу. Хороший? Мужик? Нажимай на кнопку. Я не поранюсь? О, так. Ты как-то так только... Ну давайте. Откроем. Посередине? Наверное. А, нет, не посередине. Мы сделаем посередине, ладно. Что это за видео? Ты камерой стесняешься, да, наверное? Нет. Мужик. Мужик, да? Ай. Сначала рассмешил меня, теперь хоть что-то я сидела. Да я, кстати, нет, наверное, надо видео такие снимать позитивные, чтобы в ржаках была. Блин, да как же они запаковывают ее? Так, это у нас нам пришла посылка из украинского магазина fishfish.com.ua Ссылки, как всегда, дам в описании. Промокод там тоже у меня есть, тоже оставлю в описании. Так что заходите, и все у вас будет, кто заинтересуется. Ну что, распаковывай. Все, пришли. Красивенькие. Да, смотри пока я про плетеночку скажу. Тут пришли две плетеночки на испытания. Это у нас Yamatoia. Называются они Fema. В двух размерах. Так, супер ПЕ 100%. И, в общем-то, чем они как бы... Крайней мере, я их еще не пробовал, но если по отзывам судить, то... Недорогие плетенки с реально заявленной... Этой, как его... Как же это называется? Толстотой? Или нет? Толщиной, да. Сейчас одна пришла в размере 6LB. Это 0,6 по Японии. И вторая пришла... Цена порядка что-то 10 долларов, кажется. Это четырехжилки, а это двойка по Японии. Ну, две классические лески. Сейчас я их так на глазок просто сравню. Все равно никого специального измерительного оборудования нет. Ну, вот что могу сказать по поводу 0,6. То она вообще реально тонкая, да. Двойка классическая по толщине. То есть, в принципе, ничего здесь нет. Вот такие же, как, допустим... Такое ощущение, что тоньше с онлайна. Ну, вот 0,6, конечно, да. Сразу видно, что, скорее всего, японцы. Это же японцы. Made in Japan. Причем, за 10 баксов Made in Japan. Что с толщиной они не нарвали. Да, леска интересная, однозначно. Надо будет попробовать. Как раз-таки и под мелкие воблеры. Ну, давай, что тебе тут нравится? Или давай просто что-то пришло-то расскажем. Воблеры, я так понимаю. Маленькие, большие. Это как раз-таки, в основном, все приехало на головля. Особенно вот этот. То есть, этот вообще для головля. Для толстого такого. Рыжего. Не, на самом деле, это для щеки уже единственный воблер, который здесь, в основном, ориентирован на щеку. Ну, и ратлины. Хотя на ратлины головля ловят. И вот это вот, это Рудро в новом цвете. У них появился популярный цвет. Сейчас он практически у всех контор. И у Джекал, и у Уэспи, там еще у каких-то вот такой вот цвет. Стали все красить. И уже к этому подтянулись там и другие, скажем так, уже менее именитые бренды. Не знаю, ну, такой цвет я ловил. Рыба ловится. Если честно, что в цвет я вообще не верю. Ты веришь в цвет? Я не знаю, как смотрят рыбы. Да и я не знаю. Потому что они дальтоники вообще. Ну, и я тоже думаю. Ну, люди верят в цвет. Ну, на самом деле, это же все для себя покупается. Ну, классно, да. Просто хочется такой сразу купить. И вот фирмы рыболовные на цвета ловят рыбаков. Рыбаки ловят рыбу, соответственно. Но выигрывают в итоге, наверное, все, кроме рыбы. Это тоже Япония, да, я так поняла? Судя по иероглифу. А ты эксперт? Это явно японские. В общем, Рудро в таком цвете, кому интересно, для коллекции у меня будет. Потому что я вообще больше натуралки люблю, но тем не менее, мне самому этот цвет нравится. Ладно. Что дальше? А, еще сейчас сразу щуки коснусь и забудем про эту щуку. Кто это потом убирать все будет? Я в это. Это калибра в среднем размере. Ну, я знаю, что мои друзья из этого вылетело из головы, из какого региона. В общем, где крупные жирные головли обитают, это волжские притоки. Вот ловят наратлины головлей. Я у себя сколько ни пробовал, в основном ловится на них щука, головы не хочет. Ну, это классика калибра, щучья классика однозначно. То есть, в самом моем почему-то ходовом размере именно такой. Вот такой и меньше. А большая калибра хоть щуку и ловила, но не знаю, почему-то не так эффективно. Так, ну давай, какой тебе больше всего здесь нравится? Они разные, да? Ну... Ну вот этот. Похож. Давай, поставлю. На маленькую рыбку. Да не все вообще похожи на маленькую рыбку. Так, вот так я сейчас... Ну, этот больше похож. Какой-то бледненький такой. Пятнистенький. Все, все остальное, что тут пришло, это головлиная тема. Все эти воблеры, как вы видите, от ZipBaits. На самом деле, ZipBaits это классика. Практически все люди на них ловят головля. Даже вот так смотришь иногда видео каких-нибудь спортсменов, которые сначала там ловят определенными нужными приманками, а потом все равно долавливают на ZipBaits. Потому что, блин, ну, эффективно. Вот так сложилось исторически, что одни из самых эффективных воблеров по головлю. Что тут пришло? На самом деле, это пришла классика, которая, в общем-то, у меня уже отрывалась. Которую надо восстанавливать. Потому что, опять же, снасти тонкие, на головля 0,6-0,8 леска, поводок. То щука откусит, то этот просто за траву зацепил. Раз, все, воблеру привет. Тысяча рублей на дереве. Сколько вот они стоят, как-то да. Вот такая вот малявка. Сколько может стоить? Тридцать пять? Это тридцать пять размеров. Три с половиной сантиметра. Ну, не знаю. Рублей пятьсот? Когда-то, да, стоило рублей пятьсот. Но сейчас, да. К сожалению, уже, наверное, тысяча триста. Тысяча тысяч. Ну, в зависимости от скидок и так далее, где найдешь. Но это дело, что все ищут подешевле, но, тем не менее. Ну, это за счет того, что это Япония, да? Поэтому? Доллар подорожал, да. И за счет того, что это оригинальные японские приманки. Они все примерно около тысячи стоят. А скажи-ка мне, пожалуйста, чем вообще он отличается? Вот ты говоришь, наголовля. Мне это ни о чем не говорит. Не, ну, так... Чем он отличается, вот если я буду окони им ловить? Не, на самом деле, понятное дело, что... Отличия есть или просто название? Как? Ну, считается, что приманки поменьше, особенно, допустим, в нашей области, они больше идут наголовлика в виде вот таких вот маленьких удлировочков. Ну, тут же есть и побольше. Вот это. Да. Ну, это все, в общем-то, условно окунево-головлиные воблеры. То есть, допустим... Щуку не поймаешь. Нет, почему? А щука, она также в прилове. То есть, она также на них реагирует, как и любая рыба. Так разница-то в чем? Ну, как бы ты все равно определенные приманки, так вот сложилось, что на них лучше реагирует рыба-головля. Вот, допустим, смотри. Ну, в чем отличие их? Я вот это хочу узнать. Нет? Как? Нет, нет. Цвет? Нет, 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 нет. Отличия каждого воблера, они индивидуальны. Производитель их там испытывает, там определенные шарики, агрузки внутри. То есть, он как-то по-разному себя ведет, да? По-разному себя ведет, естественно. И так исторически сложилось, что, допустим, вот эти вот риджики классика, риджи 35F, риджи 40, там какие-то S тонущие. Они лучше всего соблазняют головля и жериха. Ну, вот так вот именно эти модели. Безусловно, есть еще какие-то модели, на которые он клюет. Ну, вот это вот классика. Если как бы просто купить, ты же на рыбалку ешь, чтобы поймать, и чтобы купить и быть уверенным в том, что они сработают, а не работают, ты как бы покупаешь уже проверенное. В данном случае вот это. То есть, это для новичка? Это просто для человека, который хочет, да, начать и просто ловить. Потом уже начинаются эксперименты, новые воблеры, а вот этот вот япончик там с супер редким названием, где-то там Вася поймал какой-то, говорит, что это лучшее. Ну, и в итоге, на самом деле, вот просто. Так, ну, с риджами понятно, что про них говорить, как бы их и так все знают. Вот, вот этот, допустим, воблерок, это хамсинчик, этот DR, маркируется он тинний, вот. По окуню один из лучших. Окунь его просто, просто-просто вообще любит. И по цвету? Ну, цвет это классика, это называется мат-тайгер, он такой зелененький, типа матовый тигр, не знаю, какая здесь взаимосвязь, но вот это считается классикой, то есть, какие-то такие цвета, вот, ну, натуралочки вот такие. Тут непонятно, кому показывать, то ли жене, то ли вам. Это вот натуралочки, они, как бы, ну, классик, как под рыбку, да, а это, как бы, в противоположность просто яркий. Ну, и вот так вот оно повелось, что у людей в коробках специально лежат и яркие, и натуральные, что, мол, сегодня рыбка хочет яркие, а завтра. Все для рыбы. Да, все для рыбы. Даже завидно. Так сейчас вот, я не знаю, если ты втянешься, свои коробки заведешь, будешь вместо там чего-то, там, вместо ногтей покупать, ну, воблерочек там или что-то еще, нет? Так. Ты меня выгонишь. Да, и так уже тут моего сколько. Я уже что? Так, это тоже риджи, это 56 классический ридж, вот, он у меня в основном по окуню. 70-й и 56-й. А вот эти вот модельки, которые идут, это риджи флэт, и они тонущие, потому что сплавляться мы будем с тобой по реке с достаточно большим течением, и вот специально под эту реку тонущие воблеры, потому что такие просто выдавливает вверх, особенно маленькие, если шнур не совсем толстый, трудно заглубить куда-то, и нужны вот тонущие. Ну, вот, кстати, чем отличаются воблеры, одни всплывают, другие тонут. Специально на течении, чтобы какой-то там ямка, ты кидаешь что-то, этот, потому что рыба, она стоит же, может, в разных слоях воды в разное время стоять. Так, что еще осталось? Тоже 56-й, это на кунька, и вот такие вот 50, ага, и еще остался вот такой вот тоже риджик 50-го. Вот видишь, вот они размеры 50-й и такой, этот более широкий, как бы маленький, и, кстати, вот размер тоже имеет значение, иногда тот же галавр или окунь, он клюет только вот на такие маленькие бабушки, типа 35-х, а иногда вот на такие. Ну, это еще, наверное, от размера окуня зависит. Да, от размера окуня и от его сегодняшней активности. Иногда он такой пассивный, что ему надо там только самые эти, а иногда он активный, что кидаешь даже в 70-е, я не знаю, в 70-х ничего нет. В 70-е такой вот воблер, и на него вешается окуня чуть ли там, не чуть больше его размера. Просто именно. Оголодали, да, именно от этого. Ну что, тебе все понятно? Да. Ты готова на сплав? Ну мне же этот шкил. Я представляю сплав шкиля. А почему? Я тебе да. Не надо. Велошлем будешь сплавляться по осколу, потому что там ветки нависают, и будешь сплавляться по осколу. Тогда каска мне нужна. Да хоть каску, хоть строительную, а чего, глянь. Если что, скажем, что ты проспорил. Да. И могу тебе даже мотоциклет наедать. Ну ладно. Так, ну ладно. Говорим об этом. И напоследок тоже заказал, в общем-то, мне нравятся вот эти вот от декой застежки, раунд снэп. Неплохие, особенно для проводки блесны, потому что, как бы, когда блесну одеваешь, когда она без заводного колечка, на таких вот она неплохо играет, ну, на мой взгляд. Я, в общем-то, для блесен использую их. Единственное, что скажу, что вот мне не нравятся совсем маленькие размеры этих застежек, потому что они легко деформируются. Самые мои любимые размеры – это единица, полторашка и двойка. Или как, или наоборот. Ну, в общем, еще больше, который. А самые маленькие, которые там, два ноля, ноль, вот они деформируются, когда их закрываешь. Не знаю, честно говоря, не ожидал такого от декой, но, тем не менее, у меня лежат две пачки, которые практически я... Может, у меня пальцы большие? Может. Ну, не знаю, деформируются, а другие не деформируются. Вот так. Ну что, давай прощаться. Мы тут и так что-то... Ты мне рассказал, почему мы смеялись. Как? Ну, это ж я потом вставлю в видео, и это ж вначале было записано. Я поняла. Все, давай прощаться. Все, давайте. А то, что там и так сегодня, да, я затянул. Обычно у меня распаковки короткие, там, пять минут, шесть. Это ж не обычная распаковка, это распаковка со мной. Завтра будем распаковывать мою посылку. Все, счастливо. У меня, я вчера сидел, а у меня он вот так вот лежал, и вот это он болтается. Это видео, ну, вроде никто ничего не написал, но я думаю, реально. О, нет. О, нет.